Ростов Тайм 3 Ростов Тайм 3 Ростов Тайм 3 Ростов Тайм 4 Ростов Тайм 3 Поэтому эти три позиции рассматривает любой президент клуба. Можете никому не задавать вопросы. Я вчера с генералом разговаривал. Скажите, какой президент не мечтает о чем-то большом и великом? Усиление будет, 100%. Прежде всего команда начинается с администрации. Мы посмотрели, утрясли администрацию. Я горжусь тем, что мы получили амбициозного тренера. Тренера, я считаю, с большой буквы. Я думаю, что часть людей будет на него ходить. Будут ходить на него. А будут ходить, потому что, наверное, ему не дали шанс поработать в большой команде. Но точно не дали шанс. Но Динамо после него играло очень хорошо. Он ушел, а Динамо играло. Сегодня Амкар показывает хорошую игру. Я убежден в том, что это все-таки та основа, те игроки, те идеи, которые закладывал этот тренер. У него получалось. Амкар когда-то вытащил с таким очень определенным составом. С одной они там играли. Четвертое место заняли достижения, между прочим. Я убежден, что из этой команды, из этих игроков, он к концу первого круга слепит коллектив. Который будет коллективом, прежде всего, в одиномышленниках. И убежден в том, что у него получится. Мы там были на тренировке, на презентации, в обычной жизни. Человек, который объединяет. Вот он тренер-объединитель. В футболе всегда должен быть вместе. Футбол всегда в голове. Из звезд иногда можно не слепить команду. У нас принцип другой. Мы хотим создать коллектив, который не будет выживать. Мы хотим создать коллектив, который не будет бояться никого. Мы хотим создать коллектив, который не будет отсиживаться 90 минут в обороне. Сиди 90 минут в обороне, один пропустишь и проиграешь. лучше пытаться выиграть и пусть мы проиграем, но зато мы не будем себя корить за то, что мы там от штанги не отбежали никуда Меодрак очень опытный специалист, он видит настроение как тренер себя позиционирует, он и шутник, он и может подковать, он может спросить поверьте, это тренер должен быть психологом кто-то мог у нас все были хорошие тренеры которые работали, я всеми доволен, но кто-то мог поставить игру, но не мог спросить кто-то пытался спросить а забывал, что за спросом надо научить, а потом спрашивать каждый, у Меодрака есть все Нужно сказать, что Сергей Иванович Горн не боится перехвалить Меодрака Божевича, Меодрак Божевич мы не так давно знакомы, на мой взгляд тренер амбициозный но он всегда возлагает ошибки, совершенные командой на себя, он всегда тщательно готовится к продолжению своей спортивной карьеры и то, что он нам сказал, он очень хочет эти три года, которые ему были дарованы с легкой руки президента и руководства клуба для того, чтобы создать команду доработать и доработать с хорошим результатом но мы возвращаемся к президенту клуба с которым встретились уже в 2013 году Мы уже почти год назад существенно поменялись способ комплектования команды и способ владения контрактами, которые сегодня есть у наших игроков если раньше при Бевоусе это подписывалось на агента и клуб к этому отношения никакого не имел то с прошлого года, с приходом Шикунова с возвращением Шикунова назад губернатор поставил одну четкую жесткую задачу игроки должны принадлежать команде для чего? для того, чтобы, во-первых, они от нас не убегали просто так а второе, мы имеем право и у каждого в контракте написана отступная цена по которой игрок имеет право от нас уйти при согласии нас и самого игрока и клуб в прошлом году не много, не очень много но 176 миллионов мы заработали для нас это существенные деньги которые мы потом же на трансферы потратили Лисикосов находится на сборах мы с ним продлили контракт на два года он вратарь мирового уровня вратарь сборной Хорватии я думаю, что годика еще 3-4 он точно будет играть на самом высоком уровне возраст вратаря в расцвете сил никаких проблем нет я считаю, что чемпионат России сегодня поднимается он пятерку, шестерку чемпионатов Европы входит и вот все заслуги бывших руководителей которые говорят, мы поднимали, мы развивали мы чего-то добились они сегодня несравнимы с сегодняшними условиями нельзя сравнивать, что было 10 лет назад и что происходит сегодня сегодня уровень футбола совсем другой сегодня бюджетирование совсем другое уровень игроков совсем другой и уровень самоотдачи у нас в этом году были футболисты мы взяли из Франции, из Англии из 9 сборных стран и они приезжают сюда и поиграв у нас полгода они говорят, что мы по многим показателям у нас играть не легче не легче, ноги никто не убирает бежать надо перелеты большие тренировочное занятие и уровень тренера позволяет сегодня определять мы сегодня делаем точные закупки для футбольного клуба я не буду всех секретов раскрывать я думаю, что мы еще в течение двух недель первый сбор, который в Объединенных Карабских Эмиратах проходит мы по итогам сбора уже укомплектуемся и будем жить но задача одна мы хотим приобретать молодежь мы хотим, чтобы наши россияне играли потому что впереди чемпионат мира и мы хотим, чтобы люди, которые имеют отношение к Ростову в Ростовской области могли достойно выступать на этом уровне а потом вот позиция Василия Юрьевича нашего губернатора я давно с ним работаю и точно понимаю одно он не хочет фейерверки разовые он не хочет решения 7-минутной задачи можно напрячься, что-то преодолеть и потом что? потом все с нуля мы хотим с пониманием того, что мы берем двух-трех игроков определенного уровня игры берем молодежь, которая, между прочим, в Ростове откатывается очень хорошо вы посмотрите сегодня почти нет ни одной команды премьер-лиги где нету наших бывших игроков да, нет возможности удержать да, там дают более высокие зарплаты да, там условия может быть немножко лучше, чем в Ростове но зато ни у одной команды из первой десятки нет возможности там 20-летнего, 19-летнего мальчишку ставит за основу, чтобы он набирал форму чтобы он показывал свою игру не раскроется ни один человек, сидя на лавке так, чтобы Литикоса играл в Ростове если уважаемые люди хотят у нас его купить пусть приходят, мы будем разговаривать но пока у нас планы на будущее связаны с Ростовом мы взяли Беляева из локомотива мы говорим о Лазовиче, из зенита о нападающем но все остальное только может навредить поверьте, Ростов будет показывать хорошую игру убежден в том, что у Меодрага есть для этого полноценных 2,5 месяца все, что он в прошлом году начал за неделю до сборов вы, кто имеет отношение к спорту, прекрасно понимаете что нельзя за месяц, даже за 2 недели с листа создать команду вне зависимости от уровня любого тренера, кого угодно даже чиновник, даже журналист вы приходите, вам надо врасти врасти в коллектив подпитаться средой, в которой вы живете увидеть атмосферу, которая как отношение это все складывается у нас хорошие отношения в команде у нас почти нет долгов мы хорошо финансировали все в прошлом году у нас нет запредельных цен мы живем по средствам мы хотим зарабатывать мы хотим, чтобы наша молодежь играла мы сегодня больше внимания будем уделять дублю мы сегодня больше внимания будем уделять СК Ростова который сегодня работает нашему чемпионату Ростовской области ну и хотим, чтобы в 2018 году хотя бы одна звездочка была сборной России за Ростов мы тоже все этого хотим буквально через две минуты рекламы мы с вами вернемся в студию я вернусь в студию а вы побываете в Объединенных Арабских Эмиратах у нас здесь лето у нас здесь зима а у них там лето так вот из лета вице-президент футбольного клуба Ростов Александр Юрьевич Шикунов Александр Юрьевич, вы нас слышите? да, понятно попробуем еще раз, но чуть позже в Ростове появился новичок Максим Беляев интервью с ним буквально через секунду мы будем стараться набрать Шикунова во что бы то ни стало Ростов тренируется в поте лица главный тренер прибавляет нагрузки постепенно уже 24-го команда проведет первую контрольную встречу по словам Божевича соперник не должен значительно превосходить по силам на старте лучше победить слабого чем проиграть сильному пока в клубе один новичок Максим Беляев мне поступило предложение от Локомотива поиграть в Ростове вот я посоветовался с родителями и мы все вместе приняли это предложение и вот сейчас я здесь я встречался с Александром Шикуновым мы с ним обговаривали все детали вот и мне понравилось как он выступая от лица Ростова хотел меня видеть в своей команде никто не может гарантировать место в составе ни в одном клубе я пришел я буду бороться, стараться, проявлять себя, доказывать, что достойно играть ну тренировочный процесс довольно таки интересный правда я потренировался пока с командой всего 4 тренировки но что я успел заметить за это время что физику мы набираем через мяч то есть мы тупо не бегаем кроссы, какие-то фортлеги вот все упражнения физические они через мяч идут попытка номер 2 Александр Юрьевич вы нас слышите? слышу добрый вечер добрый, добрый как условия в которых тренируется наша команда что вы увидели когда приехали я имею ввиду тренировки как работают ребята и с кем мы играем в ближайшее время условия великолепные все знают что в январе в Дубае великолепная погода для работы для отдыха уже чуть прохладновато для работы погода 20-22 градуса великолепная поля идеальные условия в Дубае созданы для тренировочного сбора потрясающие так что все нормально хорошо работают все все вышли соскучились по работе с хорошим настроением соскучились друг за другом веселая нормальная обстановка все работают так может переедем в Абу-Даби чемпионат страны играть у нас уже идеи много СНГ пока да, они к нам в СНГ не входят жалко слава богу я знаю что 28-го мы играем с Ферганой да, не в чьи, а 24-го 24-го мы играем с местным клубом там завтра там мне скажут название да, я его и не помню нет, название записывать надо это все сложное у них сложное да, название сложное название так что завтра там местный клуб будем играть 24-го числа скажите кроме Беляева какие предположения или опять секрет пока? секрет, ну там завтра, после завтра должны прилететь еще футболисты понятно и вопрос куда подевался Ангба Ангба пока у него была легкая паховая травма да легкая паховая травма он был на медовсмотре он улетел по Францию я думаю там, хотя по нему есть двух клубов да, но мы с ним договоримся я думаю что он что-то и останется у нас так или иначе мы благодарим вас за информацию и желаем вам хорошо поработать и хорошо отдохнуть в свободное от работы время спасибо большое всем болельщикам большой привет да, будем вас информировать уже 24-го 28-го о матчах хотя я вернусь уже там через пару дней назад спасибо все, до свидания всего доброго а мы продолжаем на этом сборе отмечали два дня рождения день рождения праздновал Леонид Трактенберг Леонид Трактенберг ему исполнилось 65 ровно 45 лет но он по-прежнему молод ровно 45 лет назад наш директор по связям с общественностью футбольного клуба Ростов впервые напечатался в большой прессе и Дмитрий Кириченко отметил свой день рождения я абсолютно счастлив как в своей жизни так и в своей карьере абсолютно счастлив нечего менять и вот уже на первых же минутах атака и гол мяч влетает в ворота греков это сделал Дмитрий Кириченко все-таки какой-то какой-то талант у меня есть наверное Бог дал какой-то талант но без работы этот талант ничего не стоит все-таки приходилось много работать и приходится пошел пошел вперед капитан приложил Гацкан мяч под другую ногу перевод на ноль удар Дмитрий Кириченко 2-0 ай да Дима себе хотел бы пожелать спортивного долголетия как можно дольше заниматься любимым делом своим футболом ну и здоровья своей семье себе своим близким всем своим друзьям знакомым это самое главное и естественно болельщики футбольного клуба Ростов присоединяются к поздравлениям которые наши именинники получили там в Абу-Даби мы их поздравляем здесь Дмитрий Кириченко я очень люблю этого футболиста замечательный человек замечательный игрок и очень скромный вообще парень что сложно переоценить наша молодежная команда во главе с Игорем Гамула тренируется в Кисловодске сейчас мы пытаемся набрать тренера но пока безуспешно и тем не менее вы знаете что Игорь Гамула человек с хорошим юмором вот примерно так мы представляем тренировку в Кисловодске в Кисловодске ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА на самом деле Игорь Гамула замечательный тренер я знаю что он любит и ценит юмор Игорь как вы тренируетесь Как проходит первый сбор? Обыграл более опытных футболистов в 1-0. Забил мяч Козловгена. И в перерыве я им сказал, если обыграете более старших, каждому покупаю чипсы и пипсиколу. Короче, раскрутили меня на чипсы и пипсиколу. Ну, а так все весело. Сегодня все вместе посмотрели футбол «Шахтер-Зенит». Посмотрели очень прекрасную игру «Шахтера». Порадовались. Ну, и дальше у нас с завтрашнего дня опять начинается работа тяжелая. Ну, она нужная на сегодняшний день. Так что это первая такая наша подготовительная часа по сезону. Спасибо, Игорь, большое вам. И желаем удачи. Не простудитесь-то. Спасибо. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, что еще недолго я буду оставаться в одиночестве в этой студии. Но каждая деталь подготовительного процесса от вашего внимания не уйдет. До свидания.